МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Активисты забаррикадировали садового мусорными баками. Начнем с новости, которую очень много лет ждали автомобилисты Украины. Старые автомобили подешевеют. Депутаты сегодня снизили акциз на ВОЗ БУ-машин. Сниженные ставки будут действовать на все легковые авто, независимо от объема двигателя. Впрочем, в законе есть и определенные ограничения. Снижение не касается легковых автомобилей, которые выпущены в России. Также закон не распространяется на машины, произведенные до 2010 года. Каждый может везти в Украину по сниженному акцизу не более одного авто в год. Сам закон будет действовать пока до 31 декабря 2017 года. Все незнакомо и все ново. Надежда Савченко сегодня вживалась в роль народного избранника. Первое выступление, первое голосование, первые призывы и первые выводы. Какие и чем живет парламент нынче? Екатерина Лысенко подробнее. Пока нардепы еще едут на работу, Надежда Савченко уже у парламента в 7.30. Смотрит на Днепр, говорит, доехала без пробок и добиралась на метро и троллейбусе. Что в Раде будет делать, пока смутно представляет. Но уже через несколько часов с выступления Савченко начнется пленарный день. Я в Верховной Раде, я снимаю свой портрет с трибуны и заменю его обличиями хлопцев, которые будут смотреть вам вичи, которые сейчас сидят в тиле ворога и отборяют нашу Украину. Для того, чтобы вы каждый раз, когда выступали на этой трибуне, смотрели им вичи и понимали, что вы не имеете права не вытягнуть остального из них. Следом за Савченко уже череда нардепов со своими заявлениями, кто о тарифах говорит, кто о судах. Тривальное обговорение и пошук правильных решений вывели нас на финальный вариант законопроекта про судоустрий и статус судей. Мы должны хвалить его одним пакетом с изменениями до Конституции в части правосудия. А кто-то настаивает на пересмотре сметы страны. Півроку парламент не может спромогтися внести изменения до податкового и бюджетного кодексу, что дало возможность поддерживать фермеров маленький и средний бизнес. Два года не проводится индексация доходов населения на уровень инфляции. В бюджете есть необходимые деньги. Для этого достаточно лишь политичной воли. На сегодняшняя попытка переверстать бюджет в части повышения соцвыплат оказалось четный законопроект провалили. Неправильно полностью пораховали за методологией прожитковый минимум для людей. Або это была свідомо допущена группа помилка, або арифметичная помилка. Но люди с начала года недоотримуют свои законные деньги по пенсиям и заработным платам. Мы будем еще раз перевносить этот законопроект до Верховной Ради. Радикалы тем временем снова стали блокировать трибуну, требуя предъявить меморандум с МВФ. Но Рада уже привыкла голосовать в таком режиме и тем временем в зале без долгих обсуждений запретили мобилизовать тех, у кого во время АТО погибли родственники. Если есть мобилизованные из тех родин, где уже есть погибли, чтобы они были демобилизованы. На случай, если кто-то хочет за собственным желанием мобилизоваться и идти защищать нашу державу, этот закон не будет защищать этого права. Еще нардепы нашли в себе силы принять один закон из списка МВФ о появлении бизнес-омбудсмена, который призван помогать предпринимателям. Но закон в первом чтении до второго доработают много критики. Под критику нардепы изменили, впрочем, уже не в первый раз, закон о нацполиции, закрепив за ней право проводить розыск. А вот поменять свой собственный регламент и режим работы не смогли. А Надежда Савченко, слушая депутатские премии, не выдержала, разулась, а уходя на перекур, только констатировала, не тем парламент занимается. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Савченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. В Броварах судят владельца частного дома для престарелых ридный очаг Олега Дмитренко. Некоторые СМИ, кстати, уже поспешили сообщить о том, что он выпущен из зала суда, но как только что проверили мои коллеги, журналисты подробностей, это не соответствует действительности. Напомню, в ночь на воскресенье в селе Леточки Броварского района в результате пожара в частном доме престарелых погибли 17 человек, а 16 пенсионеров и медсестра. Полиция тогда заявила, что пансионат работал нелегально и арестовала его владельца. Вот сегодня министр социальной политики Андрей Рева даже предложил легализовать все частные дома престарелых для лучшего контроля за ними, поскольку именно отсутствие госнадзора и привело к столь трагичным последствиям, считает министр. Арестованы счета министра финансов правительства Азарова Юрия Колобова. Почти 200 миллионов гривен. Иск в суд подала генпрокуратура. Ведомство подозревает экс-чиновника в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Следствие установило, сообщает пресс-служба ГПУ, Колобов, чтобы скрыть деньги, полученные путем злоупотребления служебным положением, разместил их на счетах ФИДа банка, открытых на имя своей матери. Печерский райсуд подтвердил, средства действительно принадлежат именно Колобову, а апелляционный суд Киева накануне признал, их можно арестовать. Но вот сможет ли государство потом изъять эти деньги, пока неизвестно. Две недели назад НБУ признал ФИДа банк неплатежеспособным из-за проблем с ликвидностью. Напомню, сам Колобов с октября 2014 года находится в международном розыске. Сумма из прошлого, но покрупнее сегодня у всех на устах. Журналисты обнародовали черный партийный список партии регионов. По их данным, бухгалтерию вел Евгений Геллер. Он и сейчас в депутатском кресле, но уже от партии Ведроджиня. Кто участвовал в теневой бухгалтерии и какими вообще суммами оперировала провластная партия Януковича, подробнее в сюжете. Калейдоскоп фамилий. Напротив, заоблачные цифры в валюте. Это черная бухгалтерия приспешников Януковича. Скандальные документы сегодня обнародовал бывший журналист, нардеп Сергей Лещенко. Говорит, амбарную книгу ему слил собственный источник. В ней до копейки расписаны партийные расходы за 6 месяцев 2012 года. Сумма колоссальная. Более 66 миллионов долларов. Я думаю, что Геллер и Калюжиня были технические выполняющие схемы заведения денег в партию, переведения ее в годовку и потом расповсюджения. Между средствами, депутатами, политиками, техническими проектами, центром Борчковым, медиа, все. Они фактически держали этот механизм отмывания денег. Фамилия Евгения Геллера, члена партии Ведроджиня. Чаще остальных фигурируют в списках. Во времена Януковича он курировал финансовую деятельность провластной партии. Судя по спискам, деньги Геллер раздавал направо и налево. Долларовые купюры от него получали и депутаты от нашей Украины. Экс-нардеп Юрий Костенко, исходя из документов, в этом безусловный рекордсмен. Сначала ему перепали 400 тысяч долларов, а потом и почти целый миллион. В интервью программе «Схемы» Костенко от всего открестился. И стрелки перевел на руководителя штаба Сергея Бондарчука. Дескать, все вопросы к нему. Прокомментировать действия самого Геллера, его коллега Виталий Хамутынник, он председатель полицсовета партии Ведроджиня, отказался. Более разговорчивым, но не слишком конкретным оказался Виктор Бондарь. Его сегодня, если что запитать, я думаю, что он не помнит всего, что там происходило. Потому что, реально, это поточное життя. И я не думаю, что он там ходил, брал какие-то копейки, или выдавал кому-то. Это просто кто-то ввел какой-то себе облик, а если бы он был настоящий. Если бы общество открыто честно все партийные бухгалтерии, то, я думаю, много бы людей в Украине, так 95%, были бы вражены от всего того, что они безразумели. Все прояснить у самого Геллера на камеру не удалось. Он буквально бежал от прессы из парламента, хотя зарегистрировался на утреннем заседании. Мы связались с депутатом по телефону, и вот что он нам рассказал. Но то, что полетят политические головы и тайное станет явным, кое-кто из политиков понял еще вчера. Олег Лешко сделал шаг на опережение, проанонсировав появление скандальных документов. В фейсбуке написал, готовится спецоперация. Радикальную партию хотят обвинить в финансировании политсилы Януковича. Но старания были напрасны. В опубликованных фрагментах Лешко нигде не фигурирует. Без вины виноватыми оказались и свободовцы. Во время сегодняшней пресс-конференции Лещенко и главный редактор «Украинской правды» дважды сказали, что от Тегнебока есть официальное заявление об игре на опережение. В финансовом скандале оказался замешанный центр избирком. В материалах фигурируют несколько выплат, предназначенных избирательной комиссией. Это 2 миллиона и еще несколько траншей по 60, 20 и 45 тысяч долларов. Комментировать что-либо на камеру в ЦИК отказались. А вот одному из интернет-изданий пресс-секретарь ведомства заявил, с помощью публикации документов хотят сорвать до выборы в парламент 17 июля. Доказать коррупционные схемы из черной кассы Геллера невозможно, написал в фейсбуке советник министра МВД Антон Герасченко. В сообщении говорится, подписей под получением денег недостаточно для судебной перспективы дела. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Из-под завалов на Грибовицком мусорном полигоне достали тела двух погибших пожарных. Всего сообщается уже о четверых жертвах. Кроме трех пожарных под завал попал еще и коммунальный работник. Тем временем мэр Львова из-за этой трагедии сегодня едва не лишился своего кресла. Вопрос о недоверии даже вынесли на голосование на внеочередной сессии. Подробнее наши корреспонденты. Вот так встречали мэра Львова Андрея Садового на Грибовицком мусорном полигоне, где вчера во время тушения пожара под обвалом оказались четыре человека. Экологи утверждают, что санстанция закрыла полигон еще шесть лет назад, но львовская мэрия так и не нашла нового места, и мусор продолжали свозить сюда. Из-за ЧП на полигоне, как выяснилось, незаконным, в Горсовете собрали внеочередную сессию. Сюда пришли и активисты, привезли с собой мусорные баки, объяснили для мэра Садового. Утверждают, это его прямая вина, что для обустройства полигона и постройки мусороперерабатывающего завода не нашлось ни времени, ни средств. А потенциальных инвесторов Садовой, по выражению активистов, отфутболивал. За последние годы зафиксировано 43 фирмы, которые официально хотели заняться грибовинским семитизвалищем. Кто из футболива? Кто у нас отвечает за все место, как он говорит? Андрей Иванович Садовой. Сам Садовой на сессию не пришел. Возможно, предчувствовал, что услышит о себе много неприятного. Зато за час до сессии созвал пресс-конференцию и заявил, не слышал ни о каких инвесторах. Я работаю с городом 10 лет. Ни одной пропозиции по рекультивации полигона твердых подходов мы ни от кого не отримывали. А вот депутаты горсовета согласны с активистами и тоже заявляют, желающие построить во Львове завод по переработке были. Их, мол, отсеял сам Андрей Иванович. На голосование выносит предложение объявить мэру о недоверии. Это практически ультиматум об отставке. Два часа бурных дебатов и вот, наконец, голосование. Не приняли. В зале крики и недовольствие активистов. Садовой пока остается в своем кресле. Это значит, именно он продолжает отвечать и за ход спасательной операции, и за вывоз мусора. Сегодня отходы из Львова так и не вывозили. Некуда. На полигоне идет спасательная операция. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Укрнафта задолжала бюджет уже 11 миллиардов гривен. Об этом рассказал глава фискальной службы. Причем компания не только не платит налоги, но еще и увеличивает долги, заявил Роман Насиров. Напомню, раньше главный фискал Украины назвал условия возможной санации укрнафты. Долги ГФС реструктуризирует, если руководство компании или кто-то из кредиторов подаст заявление о ее банкротстве. А в июне Насиров пообещал обсудить вопрос о санации предприятия с правительством. Помимо налоговых долгов, компания имеет еще и дебиторские. Это 18 миллиардов гривен. И деньги ей вряд ли вернут. В НАП-совете укрнафты накануне решили, что есть признаки неплатишеспособности компании, поэтому подготовку к санации начнут. Но еще обсудят вопрос с акционерами в июле. А вот эксперты уверены, увеличением долгов укрнафту сознательно доводят до банкротства. Что же касается санации, то это всего лишь попытка затянуть время уплаты налогов. Компания находится в орбите группы «Приват». Эта группа управляет укрнафтой уже с 2003 года. Все ведущие посты и, насколько известно, все ключевые решения принимаются именно ставленниками группы. Несмотря на проведенную якобы реформу и кадровую замену менеджмента, и приход нового специалиста британского к рулю компании, если сегодня государство хотя бы имеет возможность требовать свои долги, какие-то средства там списывать с компанией, то с применением плана санации она потеряет и эту возможность. По сути, это даст еще срочку на год тем людям, которые там сегодня находятся у руля, дадут возможность еще год эту компанию использовать по своему усмотрению. В контроль восстановили, к сожалению, а вот с финансовыми потоками не сложилось. Они как растекались, так и растекаются в пользу группы «Приват». Все менеджеры, которые принимали решения, и чьи решения привели к росту дебиторской задолженности и, соответственно, задолженности перед госбюджетом, они, собственно, не менялись. По большому счету, то есть сменилась как бы только верхушка. То есть, по сути дела, группа «Приват» остается безраздельным, единым хозяином на государственном предприятии. В рейтинге конкурентоспособности экономики Украина на третьем месте. Но радоваться нечему. Место это с конца. Исследование проводил Международный институт развития менеджмента. Всего в списке 61 позиция. Ниже нашей страны только Монголия и Венесуэла. В прошлом году дела обстояли чуть хуже. Украина занимала предпоследнее 60-е место. Лидирует же в списке Гонконг, потеснив штаты, которые три года подряд до этого его возглавляли. Место в рейтинге определяют, исходя из 340 критериев по ключевым направлениям экономики. 59-е место в этом рейтинге – результат неэффективной политики власти и ее непрофессионализма, считают в оппозиционном блоке. В партии уверены, Украине нужны законы, стимулирующие восстановление экономики и повышение социальных стандартов. А если нынешняя власть на это не способна, ей пора уступить место профессионалам. Признать участниками АТО всех бойцов-добровольцев и присвоить им соответствующий статус. С такими требованиями сегодня активисты пикетировали Тернопольский областной совет. Своё обращение участники акции зачитали перед депутатами. Те поручили областной администрации уже к следующей сессии подготовить проект решения. Согласно документу, все жители Тернопольской области, которые воевали в составе добровольческих формирований, будут признаны бойцами-добровольцами АТО и будут иметь такие же льготы, как и участники антитеррористической операции, право на получение земельного участка, бесплатный проезд транспорта и лечение. Единственное отличие – финансировать эти льготы будут из местных бюджетов. Есть закон Украины про статус набутя, есть разные пильги и так далее. Все законом прописано, у меня полностью весь закон, но нет принциповости набутя, не прописано, как набивается участниками бойових действий, добровольцами. Мы выписали окременно добровольческие батальоны, которые действительно принимают участие в боевых действиях на сходе Украины, на городовых позициях, и подали именно их. Мы полностью поддерживаем вашу инициативу и считаем, что вопрос, признание такого статуса для участников антитеррористической операции, войны на сходе Украины и добровольческих загонок – это нашим обовязком. Украинская армия оставляет позиции под горловкой. Зайцева сдали. В общем, все пропало и сплошная зрада. Боевики и сепаратисты сейчас активно распространяют в социальных сетях и на своих ресурсах подобные сообщения. Руслан Смещук сегодня лично проверял эту фейковую информацию. Позиции украинской армии под оккупированной горловкой. В зоне прямой видимости шахта имени Гагарина. За ней начинается горловка. Оттуда боевики и бьют по армейцам. Остальные две добы сопротивник днем. Тыхо, ночью после 20.00 пробуя обстреливать минометы и крупнокалиберными пулеметами. Минометы 80-го калибра и 120-го. Фейк, заброшенный сепаратистскими и российскими ресурсами о том, что украинская армия покидает позиции под горловкой, тут встречают с улыбкой. Нашу съемочную группу по лесным тропам ведут на передовую позицию на границе серой зоны. Отсюда до шахты Гагарина чуть больше километра. Здесь противник обстрелия со стрелкового оружия. Снайпера работают и крупнокалиберные пулеметы. Они идут через поселок, потому что серая зона. И больше из них, эти же местные жители, которые несут службу вот здесь на одном блокпосту и вот плюс на высоточке. Позиции боевиков и их знамена даже можно рассмотреть на максимальном зуме камеры. Рядом поселок Ленинска, это серая зона. Но там еще живут люди, с которыми армейцы постоянно делятся продуктами. В поселке проживают около четырех домов. Общаемся с ними, люди приходят за помощью, помогаем продуктами. Пару раз в неделю приходят по возможности. Иногда мы им носим. Сегодня к ребятам из Ивано-Франковской области приехали их земляки-волонтеры. Люди села скинулись. Мы сами там были, мы сами знаем, потому что мы четвертой хвили. Это три ходки за месяц уже сделали. Пять дней в середине и идем на маршрут. Начинаем с Луганской области, с подроссийской границы, аж там есть такие первомайские села. И здесь начинаем и едем по всей линии размножения. Разгрузившись, волонтеры едут дальше, а бойцы возвращаются на позиции. Руслан Смещук, Игорь Сули и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. США встревожены эскалацией конфликта на востоке Украины. Пока боевики нарушают минские договоренности и не прекращают огонь, выборы на Донбассе проводить невозможно. Об этом заявил посол Джеффри Пайет во время церемонии принятия присяги волонтерами Корпуса мира. С началом событий на Майдане США отозвали своих добровольцев. И вот сегодня первые волонтеры выехали из Киева в регионы, где будут работать с молодежью в ближайшие два года, преподавать английский и проводить тренинги по развитию местных общин. После присяги в Украине начнут работать около 150 волонтеров. В сентябре приедут еще 100. Это свидетельствует о важности, которую мы возлагаем на миссию Корпуса мира именно в Украине, а также о поддержке американским правительством усилий украинцев в развитии государства. Никто не может помешать сближению Украины с НАТО. В этом уверен генсек-альянса Йенс Толтенберг. Выступая в Варшавском университете, он добавил, прежде чем подавать заявку на членство в НАТО, Украине предстоит решить немало проблем. Ну, например, с коррупцией. Главное сейчас поддержать Украину. Сегодня страна находится в процессе реформирования. Я неоднократно подчеркивал, что если Украина осуществит все реформы, она может подать заявку на вступление в НАТО. Если украинское государство в будущем подаст заявку на вступление, мы рассмотрим ее. Никто не может вмешиваться и левитировать данный процесс. Это очень важный принцип. Каждое государство, включая Украину, имеет суверенное право выбирать свой собственный путь, в том числе и в вопросах относительно того, в какие договоренности в сфере безопасности вступать. Поэтапно снять санкции с России, но при условии улучшения ситуации на Донбассе такую возможность допускает министр иностранных дел Германии. Франк Вальтерштанмайер заявил об этом на конференции под сдамские встречи в Берлине. Он также подчеркнул, что санкции не являются самоцелью, и никто не заинтересован в разрушении экономики России. Однако при нынешней ситуации на востоке Украины экономическое давление на Москву необходимо, уверен Штанмайер. Безвизовый режим для украинцев поддержали Нидерланды. Кабинет министров принял соответствующее постановление, основываясь на выводах рабочей группы Еврокомиссии. Напомню, 20 апреля Европейская комиссия приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом и передала ее Совету ЕС и Европарламенту для обсуждения и принятия решения. А в Верховной Раде официально призвали Европу ускорить процесс предоставления безвизового режима для граждан Украины. За постановление проголосовали 247 нардепов. В документе украинские депутаты обращаются к коллегам из Европарламента и Совета ЕС, а также к чиновникам Еврокомиссии и руководству государств Евросоюза. Авторы этого постановления депутаты фракции Блок Петра Порошенко. Но вся Европа тем временем оглядывается на Британию. Там считают дни до референдума, на котором граждане выскажутся за или против выхода из ЕС. Страсти накаляются, споры становятся жарче, обвинения жестче, а вот обещания радужнее. За процессом внимательно наблюдает наш Сапкор в Лондоне. Оксана Кундеренко. Компания на финишной прямой и оба лагеря, как сторонники, так и противники выхода из ЕС, включили тяжелую артиллерию, агитируют знаменитости, которых любят, и мнения, которых в обществе ценят. Новое громкое имя среди тех, кто хочет остаться. Физик-теоретик Стивен Хокинг. Человек, который эмоциями руководствоваться не привык, говорит о реальности. Уже сейчас курс фунта стерлинга упал из-за угрозы экономического кризиса. В долгосрочной перспективе возникнут проблемы похлеще. Мои студенты часто приезжают из стран ЕС, из европейских университетов. Это дает возможность обмениваться идеями, знаниями. Без этого мы останемся в изоляции и вдалеке от научного прогресса. Политики буквально не вылезают из автобусов, активно агитируют, собирают вокруг толпы людей. Вчерашние оппоненты объединяются ради общей цели. Мы с премьер-министром вместе, потому что через 24 дня состоится очень важное голосование. Буду честен, мы не всегда сходимся во мнениях. Но интересы Лондона и его жителей прежде всего. Мэр и правительство будут работать сообща, чтобы мы остались в Евросоюзе. В противники выхода сегодня выложили козырь. Обещают существенно снизить тарифы на электроэнергию и газ для населения. Сейчас европейские законы не позволяют сокращать НДС. А еще пригласили агитировать свою звезду, капитана сборной по крикету. У нас появился шанс снова управлять страной, следить за своими границами. Все это время мы теряли свою идентичность. Нас буквально проглотила система. Мнения в обществе разделились настолько, что соседи вывешивают на свои балконы противоречивые лозунги «Голосуйте за выход», если хотите зла простым трудягам. А недавно в прокат выпустили еще и грустный мультфильм о том, как Шотландия после выхода Британии из ЕС объявляет новый референдум, получает независимость и самостоятельно присоединяется к Евросемье. И такой сценарий вполне может стать реальностью. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Продолжаем подробности. Вот что узнаете далее. Кулачное право. Из-за чего активисты правого сектора подрались с селянами. Семейно-криминальный подряд. Как мужу николаевской чиновницы достались земли, выделенные участником АТО. Садовод-нарколюбитель. Под Киевом изъяли урожай каннабиса на миллионы. СБУ сегодня накрыло плантацию каннабли в один гектар. В селе Мазепинце Киевской области мужчина выращивал наркотик. Готовый к реализации каннабис, всыпал в пластиковые бочки и закапывал их на территории своего участка. В ходе обыска правоохранители изъяли 9 таких емкостей. В них нашли почти 100 килограммов каннабли. На черном рынке приблизительная стоимость такого количества наркотиков несколько миллионов гривен. Чувство юмора подвело. Двое подвыпивших юмористов сегодня отличились в столичном аэропорту Киев. Сообщились стюардессе о минировании самолета. Уже готовый к вылету в Германию борт завернули прямо со взлетной полосы. Более полутора сотен пассажиров пришлось эвакуировать. Взрывчатку искали почти три часа, но так и не нашли. Позже рейс все же отправили, но уже без горя шутников. А им объяснили, что светит за такие шутки. Один из них пошутил о том, что у него имеется бомба. Данную информацию он передал старшему бортпроводнику, которая восприняла данное обстоятельство как реальный и передала по своим инструкциям командиру корабля. В данный момент они задержаны. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Европа сотрудничает с режимом Башара Асада. По крайней мере, спецслужбы многих европейских стран. Такую сенсационную информацию публиковали журналисты одного из немецких изданий. Зачем европейские разведчики летают в Дамаск и какую информацию получают от сирийских агентов, расскажет Татьяна Лагунова. Все тайное рано или поздно становится явным, даже если речь идет о спецслужбах. Свежая новость. Европейские разведслужбы сотрудничают с режимом Башара Асада, в том числе и немецкие. Об этом сообщила влиятельная газета Германии Вельтом Зонтак, руководство Федерального разведывательного управления. Эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. Издание сообщает, немецкие спецслужбы сотрудничают с коллегами из более чем 160 стран. Сирия всегда была одной из них. Тем более, что многие ветераны сирийской разведки в свое время проходили подготовку в ГДР. После начала войны в Сирии контакты некоторое время были заморожены, но три года назад возобновились. Причина – борьба с ИГИЛ и международным терроризмом. Немцы хотят иметь надежных информаторов в регионе, где проходят подготовку джихадисты, которые впоследствии могут приехать в Европу и организовать теракты. Мол, когда речь идет о безопасности европейских граждан. О морали можно забыть. На каком уровне ведется сотрудничество, издание не уточняет, но по данным журналистов, встречи агентов проходят и в соседнем Бейруте, и в самом Дамаске. Переговорщик от сирийской стороны генерал Али Мамлюк – советник президента Асада по вопросам безопасности. Кроме немцев с сирийскими спецслужбами, якобы сотрудничают также британцы, французы и испанцы. Какой информацией делятся сирийцы, издание не сообщает. Журналисты приводят только один пример. Якобы европейцам был передан список с номерами чистых паспортов, которые попали в руки боевиков ИГИЛ. Сирийцы предупредили, джихадисты могут использовать документы, чтобы попасть в Европу. В этом перечне были и два паспорта, по которым потом во Францию под видом беженцев приехали террористы, организовавшие взрывы в Париже. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. На Мариупольском направлении активизировались вражеские диверсионно-разведывательные группы. Под прикрытием обстрелов они постоянно пытаются пересечь линию фронта и зайти в тыл к нашим подразделениям. Насколько успешных операций и из кого состоят эти ДРГ, все подробности выяснял наш военкор Станислав Кухарчук. Мы сейчас поднимаемся на одну из высот, недалеко от поселка Новотроицкая. Дорога не близкая, где-то 2-2,5 километра. К крайнюю неделю ситуация здесь остается напряженной, потому что ежедневно боевики пытаются выбить наши подразделения с занимаемых высот, поэтому даже раскаты грома здесь кажутся и воспринимаются, как залпы артиллерии. Это укрепление не раз выдерживало прямое попадание вражеских гранат и мин, но перед дождем капитулировало. И щелей течет, как из ведра. Такая погода как раз для ДРГ. Уже больше месяца, как наши военные, заняли высоты перед Докучаевском и контролируют почти все объездные дороги города. Чтобы увидеть укрепление боевиков, на броне направляемся на другую высоту. Отсюда оккупированный Докучаевск как на ладони. Об ожесточенных боях свидетельствуют горы гильз и труп от отстрелянных гранатометов. Командир позиции Гуцул настоящая легенда. Со своим взводом он удерживает самое опасное направление. Боевики даже заочно приговорили офицера к смертной казни. Сегодня Гуцулу привезли газету со статьей о нем и его подвигах. Оборонить его аресты с испоряжением показывают всем необходимым для гидной вещи российским воякам. О российских солдатах в статье чистая правда, говорит Гуцул. Воюет с настоящими профессионалами. Працуют специалисты. Именно снайперы за полгода, за год так подготовить снайперов. Ну, мы тоже не дети. Тоже научились. В штабе также отмечают присутствие российских регулярных войск на Мариупольском направлении. Кадровиками в основном комплектуют вражеские ДРГ. Активизировалась и вражеская артиллерия. Бьют ИСАУ крупнокалиберных минометов. За последние два дня погибли трое украинских военных. Еще трое ранены. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Николай Тереченко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Украина должна стать игроком мирового уровня на авиационном рынке. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время празднования 70-летия завода Антонова. Глава государства поручил авиастроителям достроить вторую Мрию, а также собрать Ан-70. Самолеты Антонова востребованы в мире, заявил президент и напомнил. Недавно Ан-225 Мрия, крупнейший в мире транспортный борт, совершил первый коммерческий рейс в Австралию. Подписан и контракт на поставку украинских Ана в Саудовскую Аравию. Мы отродимы украинское производство летоцов. И даже в условиях, когда Россия, как страна-агресор, полностью закрыла свои рынки для нашего машинобудования и летоцобудования, прекратила поставить комплектующих, мы не скрылися. Мы остались незламными. Мы вышли на новые рынки. И научились абсолютно по-иншему сейчас представлять Украину в свете. Авиационная отрасль пока в плачевном состоянии. Государство должно принять все меры, чтобы восстановить авиастроение. Так считает второй президент Украины, Леонид Кучма. Ну, если мы такими темпами будем идти в разведку авиации и космонавтики, то никогда. Треба сегодня задуматься, в каком стане находятся самые высокотехнологичные галузи. Авиация, ракетно-космичные. А если говорить честно, то они банкротят. Об этом Леонид Кучма сказал на выставке детского рисунка под названием «Мы рисуем самолеты». Организовал экспозицию благотворительный фонд «Украина» ко дню ребенка. Авторы картин – малыши и дети до 14. Все мечтают стать авиаконструкторами, пилотами и космонавтами. Кучма считает, что именно эти дети – новое поколение технической интеллигенции. В Черкасской области подрались селяне-активисты правого сектора. Произошло это в селе Плескачевка на собрании местных жителей. Люди пришли, чтобы решить, кому отдать свои паи. До сих пор договоры были заключены с хозяйством Межигорье. Но срок истек, и селяне захотели сменить инвестора. На собрании были активисты правого сектора, которые стали лоббировать интересы одного из сельхозпредприятий. Собравшихся это возмутило, и они обвинили в сговоре главу села. Один из активистов его даже ударил. Началась драка. Так ничего не добившись, правый сектор покинул собрание, а люди продолжили обсуждение. Однозначно сказать, кто спровоковал бейку. Чи голова своими действиями, який біг до того, кто выступал, чи представители, которые били голову, тут я однозначно не скажу. И наш боец действительно, ну, как и сказал керевник, допустил удар в обличье сельскому голове. На что выбежали активисты на подпитку, это было чутко-чутно от них чути, что люди на подпитку выбежали и начали, прямым смыслом слова, хлопцев сбивать стульцами. Не было команды против действия громаде. Мы поступово вышли из зала, без силовых действий. Землю бойцов, прокурорам, судьям и чиновникам. В Николаевской области очередной земельный скандал. В курортной рыбаковке чиновники отказались сдавать на дело у моря демобилизованным солдатам. Пока те воевали, береговую линию поделили между своими. Подробнее Кирилл Ющишин. Вот, ну, вот прокурорские участки, а вот, например, вот море, вот тут рядом, все. Выходи на море и купайся. Александр больше года служил гранатометчиком 79-й бригаде. Его призвали еще в первую волну мобилизации. Побывал в окружении, сталкивался с врагом лицом к лицу. Вернувшись домой, со служивцами подал документы на получение дачных участков под родным селом Рыбаковкой на берегу Черного моря. Но оказалось уже все занято. Журналисты выяснили, участки, на которые претендовали бойцы, через подставных лиц раздали влиятельным в области персонам. Среди получивших землю у моря, к примеру, муж замначальника областного управления градостроительства и архитектуры Светланы Григорьевой. Собственно, от ее решения и зависит, кому землю, а кто в пролете. Чиновница уверяет, все честно. У нас есть специалист, который принимает эти заявления, регистрирует их и дает відповідь. Я их визирую. Я не вижу прокурора, следователя. Кто это, на нем не написано. Землю атошникам, заявляет чиновница, должен выделять сельсовет. Там возмущенно парируют. Участками у моря распоряжается исключительно область. Там посажены прокуроры, судьи, полиция. И это все знают и все прекрасно понимают. Атошников очень мало. Сейчас хотят им надать земельные делянки в Луговом. У чиновников для Александра еще 20 демобилизованных солдат из Рыбаковки одни отговорки. А в прокуратуре, чьи работники тоже получили надделы, утверждает, это было еще 5 лет назад. И речь уже о бывших сотрудниках. Сейчас проводится проверка, что до выделения, законности выделения таких земельных делянок. И вообще ситуация, которая склалась вокруг Рыбаковки. Чтобы уладить конфликт и не раздувать шумиху, рассказывает Александр, ему уже предложили участок земли. Правда? На болоте. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телекнал Интер. Николаевская область. Семейно-коррупционный скандал сотряс Израиль. Там собираются судить супругу главы государства. По мнению полицейских, Сара Нетаньяху слишком вольно обращалась с бюджетными средствами. Как разгулялась за казенный счет, расскажет Сергей Услендер. Обо всем, в чем обвиняют супругу премьер-министра, пока можно говорить только с приставкой якобы, потому что обвинения еще не доказаны и суда пока не было. Обвиняют ее в растрате бюджетных средств. У премьера есть две резиденции. Одна государственная в Иерусалиме, одна личная в Кейсарии. Так вот, Сару Нетаньяху обвиняют в том, что она проводила расходы на личную резиденцию якобы как расходы на государственную. Например, купила набор садовой мебели, старую отправила в Иерусалим, а новую дорогую оставила у себя в личной резиденции. Или заказала банкет на 40 человек, пришли 20, но расходы были оплачены казной в полном объеме. Или летала за границу вместе с детьми за государственный счет. Была еще, например, такая история. Жена премьера несколько раз вызывала электрика, которая обслуживает государственную резиденцию для каких-то ремонтных работ в личной, а расходы эти отправляла для оплаты в государственную казну. Все эти факты были обнародованы израильской прессой, для которой, как известно, нет никаких авторитетов. Мы показываем, прежде всего, своему обществу, что у нас никто не может быть над законом. И закон равен для всех, и для рядового гражданина, и для политика самого высокого ранга, даже премьер-министра, даже президента. В принципе, демократия – это лучший инструмент для борьбы с коррупцией. Нет другого, не существует другого инструмента. Израильские политики и чиновники все это в полной мере прочувствовали на себе. Здесь процессы по коррупционным делам, например, министров – совершенно обычное дело. Да что там министр, если даже бывший премьер-министр сидит в тюрьме за взятку. За последние 15 лет стандарты чистоты власти в еврейском государстве сильно ужесточились. Образовалось даже целое общественное движение, которое так и называется – «За чистоту власти» и «Борется с коррупцией». Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», Израиль. В Кемеровской области России рухнул подъезд жилого дома. Как карточный домик сложились все перекрытия с первого по пятый этаж. Два человека погибли, еще четверых считают пропавшими без вести, они не выходят на мобильную связь. Местонахождение всех остальных жильцов, а таких около сотни, уже выяснили. Причины обрушения подъезда еще устанавливают главная версия – нарушение техники безопасности при строительных работах на первом этаже дома. Преступная красота. За что словацкая модель, рекламирующая купальники, получила 15 лет тюрьмы? Об этом и не только. Узнаете из нашего обзора. Свинья в парламенте помешала тайваньскому премьеру выступить со своим первым отчетом перед депутатами. Акцию протеста организовала оппозиция. Принесла в зал огромного пенопластового хряка и заблокировала трибуну. Активисты не хотят слушать главу правительства, пока тот не пообещает запретить импорт американской свинины с рактопомином. Этого же требовали демонстранты у стен парламента, устроив стычки с полицией. Власти негодуют. О скандальных поставках речь не идет. Роман Поланский может предстать перед американским судом. Польша возобновила процедуру экстрадиции режиссера в США. Там его обвиняют в изнасиловании 13-летней девушки, совершенном еще в 1977 году. Тогда Поланский признал себя виновным и бежал из США, где ему грозило 50 лет заключения. Сейчас режиссеру 83. Он один из самых влиятельных кинематографистов современности. В числе его наград Оскар за фильм «Пианист». Словацкая модель получила 15 лет за убийство бывшего бойфренда. Майку Кукучеву судили в Испании, где и было совершено преступление. В 2014 году девушка во время ссоры трижды выстрелила в миллионера из Британии Эндрю Буша. Обвинение требовало для виновной 20 лет тюрьмы, но приговор смягчили. Во время преступления модель была в состоянии аффекта. А вот бывшую мисс Турции Мерве Буюк-Сарач приговорили году и двум месяцам условно. За оскорбление в Инстаграме президента Раджепа Таиба Эрдогана. Отец двойняшек в 68 лет. Гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд снова стал отцом. Двух девочек ему родила 38-летняя супруга Салли. Это первые дети пары. У Вуда есть еще четверо детей и 10 внуков. Письма любовникам, неопубликованное фото и рукописи Марселя Пруста выставили на аукцион. За 120 личных предметов планируют выручить 850 тысяч долларов. Заработает на этих артефактах пра-пра-пра племянница французского писателя Патрисия Монте-Пруст. Среди особо ценных лотов три письма Марселя отцу, который не верил в литературное будущее сына. Переполох на поле для гольфа устроил огромный аллигатор во Флориде. На видео, выложенном в интернете, видно, как пятиметровая рептилия спокойно прогуливается по газону. По словам местных жителей, этот громадный хищник завсегдатой площадки. Никогда никому не мешает и даже стал талисманом гольф-клуба. Во Франции и Бельгии не прекращаются забастовки. Правительствам обеих стран не удается договориться с профсоюзами. Но если в Бельгии манифестации грозят только неудобствами для граждан, то вот во Франции на носу чемпионат Европы по футболу, куда съедутся сотни тысяч болельщиков. Как европейцы решают вопрос с профсоюзным шантажом? София Гордиенко подробнее. Предупрежден, значит вооружен. Большинство бельгийцев сегодня в честь забастовки остались дома. Ведь если не ходят транспорты, не работают детсады и школы, работодатель не имеет права предъявить претензий. Парализована, впрочем, не вся страна. Что касается госучреждений, то в Волонии они все закрыты, в Брюсселе частично открыты и во Фландрии работают все. То же самое касается поездов и учебных заведений. Франкоязычная часть бастует фламандцы реформами. Тоже недовольны, но вынуждены терпеть. У власти их родные националистические партии. Куда сложнее во Франции. Здесь против трудовой реформы объединились все, от Парижа до Марселя. Забастовки и дефицит бензина уже стали предметом насмешек. Ну так вовремя не доедем над ассамблею. Подстегните лошадей, я все-таки при службе. Вот надо отдать должное Аланду, что благодаря ему мы возвращаемся к настоящим ценностям. Если без шуток, то правительство уже начало нервничать. На носу чемпионат Европы по футболу. В силу безопасности и медики тренируются оказывать первую помощь на стадионах. А руководители профсоюзов улыбаются в усы. В их воле сделать так, чтобы болельщики никогда не добрались на матчи. Министру труда, чьим именем назван спорный проект закона, готова сдаться и ждет переговорщиков. Я ожидаю от профсоюзов предложений, но что касается артикля номер 2, то здесь мы не найдем компромисс. Знаменитый артикль 2 это не что иное, как предоставление возможности работодателю самому решать, сколько времени должен длиться рабочий день и каков будет отпуск. На сегодня французы трудятся 7 часов в день. Меньше всех в Европе. Чтобы сохранить такой график, они готовы бастовать и днем, и ночью. Даже во время Евро-2016. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всего доброго и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин